Глава десятая Воз и поднимает его, расправляя спину Но удивительное дело Воз не двигается и прилип ему к спине И он не может ни поднять Воза, ни уйти из-под него Всю поясницу раздавило Да и холодный же, видно, вылезать надо Да будет, говорит он кому-то тому, кто давит ему Возом спину Вынимай мешки Но Воз все холоднее и холоднее давит его И вдруг стукает что-то особенное И он просыпается совсем и вспоминает все Холодный Воз – это мертвый, замерзший хозяин, лежащий на нем А стукнул – это мухортый, ударившись два раза копытом о сани Андреич, а Андреич, осторожно уже предчувствуя истину Окликает Никита хозяина, напруживая спину Но Андреич не отзывается И брюхо его, и ноги крепкие и холодные и тяжелые, как гири Кончился должно, царство небесное, думает Никита Он повертывает голову Прокапывает перед собой снег рукой и открывает глаза Светло Также свистит ветер во глоблях И также сыплется снег Стоит только разницей, что уже не стягает лубок сани А беззвучно засыпает сани и лошадь все выше и выше И ни движения, ни дыхания лошади не слышно больше Замерз должно и он, думает Никита Промухортова И действительно, те удары копыт о сани, которые разбудили Никиту Были предсмертные усилия удержаться на ногах уже совсем застывшего Мухортова Господи, батюшка, видно и меня зовешь Говорит себе Никита Твоя святая воля, а жутко Ну да, двух смертей не бывать, а одной не миновать Только поскорее бы И он опять прячет руку, закрывая глаза И забывается, вполне уверенный, что теперь он уже, наверное, и совсем умирает Уже в обед на другой день Мужики откопали лопатами Василия Андреевича и Никиту В тридцати сажениях от дороги и в полуверсте от деревни Снег нанесло выше саней Но оглобли и платок на них были еще видны Мухортый, побрюхав снегу, с сбившимися со спины шлеей и веритьем Стоял весь белый, прижав мертвую голову к закостенелому кадыку Ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндевели и тоже обмерзли, точно слезами Он исхудал в одну ночь так, что остались на нем только кости да кожа Василий Андреевич застыл, как мороженая туша И, как были у него расставлены ноги Так, раскорячившись, его и отвалились Никиты Ястребинные выпуклые глаза его обмерзли И раскрытый рот его, под подстриженными усами, был набит снегом Никита же был жив, хотя и весь обмороженный Когда Никиту разбудили, он был уверен, что теперь он уже умер И что то, что с ним теперь делается, происходит уже не на этом, а на том свете Но, когда он услыхал кричащих мужиков Откапывавших его и сваливших с него закоченевшего Василия Андреевича Он сначала удивился, что на том свете так же кричат мужики И такое же тело Но, когда понял, что он еще здесь, на этом свете Он скорее огорчился этим, чем обрадовался Особенно, когда почувствовал, что у него пальцы на обеих ногах отморожены Пролежал Никита в больнице два месяца Три пальца ему отняли, а остальные зажили Так что он мог работать и еще 20 лет продолжал жить Сначала в работниках, а потом под старость в караульщиках Помер он только в нынешнем году дома Как желал, под святыми и с зажженной восковой свечкой в руках Перед смертью он просил прощения у своей старухи И простил ее за бондаря Простился и с малым, и с внучатами И умер, истинно радуясь тому Что избавляет своей смертью сына и сноху от обуза лишнего хлеба И сам уже по-настоящему переходит из этой наскучившей ему жизни В ту иную жизнь Которая с каждым годом и часом становилась ему все понятнее и заманчивее Лучше или хуже ему там, где он после этой настоящей смерти проснулся А разочаровался ли он или нашел там то самое, что ожидал Мы все скоро узнаем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok